Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала! И сегодня мы будем готовить салатики со свеклой. Три салатика, три рецепта я вам сейчас расскажу. У меня в этом году на даче выросло очень много свеклы. И сейчас уже подходит сезон, когда надо ее использовать, активно ее надо употреблять. И я решила своих внуков покормить свекольными салатиками. А заодно и показать вам, что я приготовила. Так, начинаем делать салатик из свеклы. Прежде чем сварить свеклу, нужно, чтобы вода закипела. И только тогда положите свеклу. То есть свеклу мы бросаем в кипящую воду, тогда она будет вкуснее. Сейчас мне помогает внук. Он чистит тупой стороной ножа, он чистит свеклу. Очень хорошо чистится тупой стороной ножа. Видите, как хорошо. Сейчас он почистит. Вот он уже почистил несколько штучек. Сейчас еще почистит. На крупной терке натираем две свеколки. Она у меня цилиндрическая. Вот две такие свеколки будет достаточно для первого салатика. Свекла у меня своя. Выращена на своем садовом участке. Нам понадобятся ингредиенты. Свекла, натертые вот у меня на крупной терке. Две вот такие цилиндрические свеколки. Грецкие орехи. Плюс йогурт со сметанкой. Это будет заправка. Два яйца. Брынза болгарская. И зелень. Два яйца. Мелко порубила. И добавляю к свеколке. Через чесночницу. Один зубчик чеснока. Пропускаю. И смешиваю все это дело с салатиком. Добавили еще зеленый лук. И теперь режем кубиками брынзу. Порезала кубиками брынзу. И добавляем ее в общую массу. Грецкие орехи порубила ножом. И добавляю в общую массу. И теперь готовлю из йогурта и сметанки заливочку. Йогурт у меня активист черносливчиком. Добавлю две столовые ложки и две столовые ложки сметаны. Все перемешала. Ни соль, ничего не добавляю, потому что брынза солененькая. Украсила салатик грецким орехом и петрушечкой. Получился замечательный, красивый и очень вкусный, питательный салатик со свеколкой. В нем ингредиенты какие добавлены? Свекла, яйцо, грецкие орехи, зеленый лук, брынза, чуть-чуть чеснока. И все это в йогурт-сметанной заливке. Делаем второй салатик со свеклой. Нам понадобится вот так же две свеколки. Можете там побольше, можете поменьше. Но режем мы ее кусочками. И она у нас отдельно будет в емкости, не смешиваясь с другими ингредиентами. Отдельно ее там посолим, отдельно масло добавим. Все отдельно, чтобы вот она не потеряла, чтобы не окрасился вот в свекольный цвет весь салат. Чтобы салат сохранил все свои краски. Затем вот листья салатные, помидорчик, соленые огурцы. И я добавляю еще приправку. Вот такую для Цезаря. Приправку я чуть-чуть добавляю вот такую приправку еще. Мне очень нравится. Порезала листья салата, не мелко. Крупно также режем мы и помидоры. И огурцы. Помидоры я на 4 дольки разрезала. И еще на 3 порезала каждую дольку. То есть такой вот крупненький получился салатик. И отдельно кубиками порезала свеколку. И отдельно в нее я добавлю специи сюда добавлю. И специи добавлю сюда. Все отдельно. И масло отдельно буду добавлять. И в свеколку все отдельно. Цезарь. Приправу добавляю чуть-чуть. Чуть-чуть добавляю. И также сюда добавляю чуть-чуть. Чуть-чуть солю. Свеколку. Отдельно. И чуть-чуть солю салатик. Там у меня соленые огурцы, поэтому я солю чуть-чуть салатик. А свеклу побольше посолила. Все перемешиваем. И оставляем пока немножечко постоять. Все, салатик соединила. Все вместе. Сверху можно еще чуть-чуть поперчить. Но это на любителя. У меня будут есть дети. Я перца сюда не добавляю. Все. Второй салатик у нас готов. Для третьего салатика нам понадобится вот свеколка. У меня осталась вот одна и кусочек. Достаточно мне будет. Яблоко одно. Грецкие орехи. Десертная ложка одного лимона. Пол лимона я отжала. И заливка будет тоже йогуртом с черносливом и сметанкой. Свеколку кубиками порезала. Яблоко кубиками порезала. И все это сейчас залью лимончиком. Вот видите, здесь у меня половинка лимончика отжат сок. И все это я поливаю. Ножом порубила 3 грецких ореха. Ну крупненькие такие были у меня орехи. И добавляю в салатик. Все. Вот орешки у меня здесь. Яблоко, свеколка и лимонный сок. Все это постояло, пропиталось. И сверху теперь добавляю йогурта 2 столовые ложки. И сметанки чуть-чуть. Все перемешала. Пробую. И очень вкусно. Сейчас переложу в тарелочку. Украшу. Украсила укропчиком. И долечками грецкого ореха. Красота и необыкновенная вкуснота. Особенно, когда вот в этот салатик я добавила 1 йогурт. Даже не стала добавлять сметану. Получилось очень вкусно. Три салатика. Я вам показала, как я их приготовила. Вот два у меня с йогуртовой. Вот этот салатик у меня йогурт и сметана. Этот салатик у меня заливка только йогуртовая. А этот с маслом. Но в данном моменте у меня было только подсолнечное масло. Не было оливкового. Но лучше, конечно, с оливковым. Три получились замечательных, вкусных салатика. Всего доброго, мои дорогие друзья. Пишите, ставьте лайки. Пока, пока, пока. Приятного вам аппетита! Пишите, ставьте лайки. Пока. Пока.